Всем привет! Слушаю разную музыку сегодня. Замечательная группа TV on the Radio. Если кто не знает, очень советую и расскажу про нее как-нибудь в следующий раз. Для тех, кто не знает, никогда я не слышал TV on the Radio. Это шикарная нью-йоркская группа. Вот такая. Современная. Я люблю современную музыку. Например, The Doors. Вот эта пластинка. Morrison Hotel. Я знаю, что в нашей стране существует огромное количество любителей музыки Doors. И мне, честно говоря, непонятно почему. Не понимаю. Хотя, наверное, да, у нас народ любит что-то такое, что-то такое как бы серьезное, как бы мрачное, как бы философское. Ну пусть. Ладно. Мне тоже нравится. И Doors одна из тех музык, которые я услышал впервые в жизни. Ну, в смысле рок-музыки я имею в виду. Когда мне было лет восемь, это или лет девять, мне было. Наверное, мне дедушка подарил магнитофон. Как сейчас помню, Wilma M1 он назывался. И несколько катушек с пленкой, с лентой. И на одной из них был записан Crittance, William & Poor Boys. На другой было что-то еще. И первый альбом The Doors. И вот маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет. С тех пор так и пошло. Моя жизнь перевернулась в возрасте восьми лет. И все пошло не так наперекосяк. Ну, хулиганом я не стал, правда, но тем не менее. От саксофона до ножа, вы знаете, один шаг я его не сделал пока еще. Но вот я слушал Doors. Мне он нравился. Потом, когда я подрос, я уже понял, что это Doors. Там ничего не было написано на коробках с пленкой. Я просто слушал что-то такое. Какая-то интересная музыка. Потом уже узнал, что это Doors. Стал слушать другие пластинки. И так как-то слушал, слушал, слушал. Doors, Doors, Doors. И мы, надо сказать, довольно легко относились к этой группе. Мы не искали никогда в ней каких-то глубин серьезных. Ну, мы, я имею ввиду, мое окружение. Молодежь 70-х, 80-х. Довольно спокойно. Рок-н-ролл, блюз, баллады, психоделии немножко и прочее, и прочее, и прочее. А вот я читаю в интернете всякие комментарии, всякие посты, что это прямо ох-ох-ох, это какая-то философия, это что-то такое крутое. Ну и пускай, ладно, хорошо, но для меня это просто такой хороший американский рок-н-ролл с оригинальным вокалистом, который поет по-разному. Ну, мне, честно говоря, нравятся больше концертные классинки Doors. Я в них чувствую ту самую энергию настоящую, то самое зверство, которое было в Джиме Моррисоне. И мастерство музыкантов, не прикрытое ничем. Они действительно очень круто все играли. Робби Кригер особенно мне нравится, очень его любил. Ну, Манзарака все любят, я не буду ничего говорить, все любят, все обожают, как он играл на клавишных. А мне Кригер очень нравится тоже. Да и Дэнсмор неплохой барабанщик, прямо скажем, с сильным ударом таким, с мощным. Очень все хорошо. Но Моррисон Отель. Почему Моррисон Отель? Я взял пластинку, потому что мы ее любили больше всего. В силу того, что болтались мы довольно долго вместе с Виктором Робертовичем Цоем и его тогда еще не женой, а просто девушкой Марьяной. А Марьяна обожала Моррисон Отель и заставляла нас беспрерывно его слушать. И мы его беспрерывно слушали, и потом уже полюбили. Вот, да, настолько... Ну, перечить Марьяне было, в общем, достаточно сложно. Ну, вот Моррисон Отель. Все знают эту пластинку. 70-й год. Предыдущий альбом, как пишут, был не то чтобы провальным, Мудорс, но не имел такого большого успеха. И студия Электро была разочарована. Вот эти оркестровки огромные, духовые, все вот это ля-ля-ля. Как-то сказали, что это вам не идет, ребята. Вы играете рок-н-ролл, вы играете блюз, вы играете психоделею. Люди привыкли к этому, а вы навалили какого-то арт-рока. Так дело не пойдет. У Моррисона были очередные неприятности с полицией после одного из концертов. Нехорошо себя повел на сцене. Суды, статьи нехорошие. В общем, все было не очень хорошо. И студия Электро сказала, что ну-ка давайте скорее новый альбом. А материала на новый альбом было не особо много. Но, как всегда бывает в трудных обстоятельствах, когда прижимает со всех сторон, то получается, иногда получается шедевр. Я не скажу, что эта пластинка шедевр, но она очень хорошая. Просто она очень хорошая. Она по-настоящему такая роковая, плотная, могучая. Хотя мне лично не все песни здесь нравятся. Например, вот Лэнд Холл на второй стороне «Первая вещь». Мне она кажется абсолютно идиотской. Ну, простите меня, это мои ощущения. Я не могу говорить, что прямо я совсем прусь от каждого звука. The Doors. Это прямо вот... Нет, не от каждого. Я слушаю музыку просто. Я и от Битлз не от всего прусь тоже, честно говоря. Хотя очень люблю Битлз. И даже от Rolling Stones не от всего. Даже от Джет Ротал не от всего. Вот я скажу ересь страшную, что даже Джет Ротал не все мне нравится. Хотя это отдельная группа. Это вершина вообще для меня недостижимая просто, недосягаемая Джет Ротал. Это фантастическая музыка, конечно. И то там мне есть что-то не на мой вкус. Но вот Лэнд Холл, она как-то такая... Какая-то глупость какая-то просто несусветная. Но тем не менее, все остальное очень даже неплохо. Хотя материала не хватало. Да, Waiting for the Sun песня была записана в 68-м году еще. Когда писали одноименный альбом Waiting for the Sun. И по странному капризу артистов она в этот альбом не вошла. Непонятно почему абсолютно Waiting for the Sun. Взята из загашников. You Make Me Real песня вообще 66-го года. Они играли ее еще до записи первого альбома, если я не ошибаюсь. Peace Rock написана в шедевр просто. Peace Rock я обожаю на этом альбоме. Такая фанковая, дикая, дико энергичная фанковая штука. Написана очень просто как подложка под фрагмент поэмы Моррисона. Но получилась песня блестящая. Blue Sande по-моему тоже старая. А, нет, 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 нет. Indian Summer очень старая тоже, по-моему, песня. Тоже из загашников взята. Но не запись взята Indian Summer. По-моему, просто они ее играли где-то. А может быть и записанная она была уже. Ну, в общем, это из старых загашников. The Spy. Очень хороший номер. Но, опять-таки, он мне больше нравится в концертном варианте. Здесь он какой-то... За счет того, что песня сама хорошая, она воспринимается мной великим. Воспринимается хорошо. Но на концертах она по-настоящему звучит. Она развертывается. Она... Она складывается... Развертывается и складывается одновременно. Она уплотняется и так дает жару по-настоящему. А здесь она какая-то такая... Чуть-чуть разобранная. Какая-то в разобранном виде. Проистекает. Но, тем не менее, хорошая. Это все-таки не лэндхоу. Это уже настоящая штука. Но с родхаус-блюз мы начинаем. Настоящий блюз. Такой. Белый. Белый. Настоящий блюз никогда у Дорс не получался. Как и у большинства... 99,9% белых музыкантов. Настоящий блюз. Это музыка черная все-таки. А белый блюз это отдельная такая история. Это в другом месте, в другое время поговорим. Но это, тем не менее, белый блюз-рок. Такой жесткий, который сразу, опять-таки, пластинку продает. Правильное очень начало. Роудхаус-блюз. Очень круто. Waiting for the Sun. Вместо фортепиано, на котором молотит здесь, в первой вещи, манзарок. Он начинает прилипать к органу. И орган такое ощущение, что, когда он берет эти аккорды на Waiting for the Sun, такое ощущение, что пальцы прилипают к клавишам, ему не оторвать их. И звук такой же гадкий у органа. Такой гадкий, как надо. Такой просто омерзительный звук. Но очень все к месту, очень все хорошо. И песня хорошая. Партия барабанов там не нравится. Waiting for the Sun. Ну, спето понятно, что поет Мэтр, маэстро. Видимо, в отличие от Элиса Купера, который несколько альбомов писал, вообще в бессознательном состоянии от алкоголя. Это в 80-е годы где-то. Здесь у Моррисона все было нормально. Все спето хорошо. Ну и You Make Me Real, конечно, здесь настоящий, вот просто хороший американский рок высшей категории. Это просто высшая категория, Первая Лига, КВН, Высшая Лига, все. Приз от Юлия Гусмана выдан группе The Doors за You Make Me Real. Я тоже присоединяюсь, это великолепная песня. Про Peace Rock я уже сказал, что это мой фаворит здесь. Это прекрасный фанк с дикой гитарой. С дикими ударными. И просто вот раз, два, три, четыре, первые четыре песни уже все. Уже просто хочется танцевать, прыгать, ходить, куда-то гулять. Но потом фига к тебе Blue Sunday и Ship of Fools. И уже никуда ты не идешь, и тем более, что не танцуешь. И эти песни, они мне то нравятся, то не нравятся совсем. Почему-то какие-то они уж более на глубокомысленные, что одна, что другая. Как-то для меня лично под настроение они. Хотя все пишут, что они хорошие. Это, видимо, написано было в тот период, когда они людям нравились. Потом они разонравились. А когда они разонравились, то про Дорс не принято плохо писать, поэтому люди не писали. Про Дорс принято писать только хорошо или никак. Но для меня вот эти песни какие-то такие... Ну, не такие ужасные, как Лэндхоу. Они все-таки вполне нормальные. Ну, через Лэндхоу мы перескочили. Деспай, я уже рассказал, что это хорошая, со странно звучащей гитарой. Очень, но тем не менее. Вот Queen of the Highway, прелестная штука. Очень хорошая вещь. Просто на ура. Но она таким удивительным образом спета Моррисоном. Я не знаю, я правда как-то боюсь кого-то обидеть, конечно. Но она спета удивительным образом. Она спета вроде бы правильно. Но ощущение такое, что то ли в камере звукозаписи было что-то не так с наушниками, или какая-то шла задержка микроскопическая, или какое-то эхо. Может быть, наушники нехорошо надел Моррисон. Так бывает, что как бы одно ухо там снял, от стен что-то отражается. И он как-то рядом с нотами всю песню пропел. Всю партию правильно пропел, но как-то все чуть-чуть рядом с нотой. Вот так вот все идет. И к этому, в общем, привыкаешь довольно быстро. Но если начать обращать на это внимание, то это слышно. Вот вся эта песня Queen of the Highway. Причем понятно, что человек петь может, умеет. Все интонирует правильно, когда надо. И здесь, в общем, более-менее правильно все синтонировано. Но от начала до конца просто так чуть-чуть такой зазорчик. Раз появился. А где зазорчик появился, туда влезает уже сквозняк. Уже начинаются косячки. Не хочется мне выглядеть, как один персонаж, который критикует гитарную игру у всех. Но я со знаком плюс все это говорю. Мне это очень нравится. Потому что блюзовое пение, оно вообще... Как бы, оно вообще... Вот когда чуть-чуть низит человек, поющий блюз, это еще лучше выглядит, выслушат. Еще блюзовее, еще кайфовее. Но здесь тонкая грань должна быть такая. Потому что если ты совсем понизил, то будет фальшиво. А надо вот так вот... Как у Сантаны. Когда мне один очень хороший гитарист, профессиональный, мой знакомый, сказал... Ты знаешь, почему у Сантаны гитара всегда впереди? Что бы мы ни слышали, на каком бы концерте ни были, какую бы пластинку ни ставили, гитара у Сантаны всегда впереди. Ее всегда слышно, просто она бьет сразу. Я говорю, ну как? Ну потому что просто громче сделано. Он говорит, не, нифига. Она вся в балансе. Везде все выровнено, все ровно. Она точно, никуда не выведен фейдер вперед. Я говорю, а что же, как же так тембры, тембры? Он говорит, не, нифига не тембры. Она просто чуть-чуть высит у него. Вот на микрончик. Вот не фальшиво. Ты еще чуть-чуть двинешь колокон, и будет фальшиво. Она чуть-чуть-чуть высит. И поэтому она слышна сразу, ухо воспринимает сразу. Вот эта микрофальшь, она сразу раз. А фальши там нет. Там есть микро. И поэтому он всегда впереди. А здесь, я отвлекся здесь, Моррисон как-то вот рядом так все это пропел. Ну, потом «Indian Summer» приятно глазу. И «Мэгги Маджилл» тоже, в общем, приятно уху. Все хорошо, отличный альбом. Очень советую. И он, в отличие от большинства, наверное, альбомов, кроме «Алэй Вумен», который еще крепче, он очень крепкий, очень роковый. В отличие от старого психоделического звучания «Дорс», он очень роково-крепкий. Но «Алэй Вумен» еще крепче, и мы к нему придем рано или поздно. Пошел. Куда? Правильно. Пить. Пока. Продолжение следует.